Мы уже рассказывали о капитальном ремонте и реставрации объекта культурного наследия регионального значения дома купца Мазепы, где располагалась и будет действовать Славянская детская художественная школа. Работа на этом памятнике культуры начала 20 века уже приближается к своему завершению. Подробности в нашем следующем репортаже. Эта архитектурная жемчужина Славянска на Кубани представляет собой образец стиля эклектика начала 20 века. Актики и фронтоны фасадов здания выполнены в неоготическом стиле и радуют глаз стрельчатыми башенками и сложным штукатурным и лепным декором. Смешение различных стилей, классики, готики и необорокко создает неповторимую композицию, которая до сих пор приятно удивляет. Надо ли говорить, что это необычное здание нуждалось в большой и бережной работе по ремонту и реставрации, чтобы сохранить его для будущего и одновременно обеспечить возможность полноценного использования. И это было сделано. Нужно было, во-первых, укрепить здание. Полностью по всему периметру залит бетон. Огромные сложности были. Полностью стены восстановлены. Сейчас это здание имеет тот первоначальный вид, который в 1913 году. Здание с новыми инженерными сетями, качественной отделкой преобразилось, вместе с тем сохраняя свою уникальность. Настоящим украшением комнат служат голландские печи, декорированные монохромными изразцами со вставками в виде полихромных изразцовых жанровых композиций. Они нуждаются в реставрации, что и делается сейчас краснодарскими мастерами. Делается расшивка швов. В дальнейшем будет заполнение реставрационными составами, сращивание при необходимости снятия форм с утраченных образцов до компоновка. В соответствии с картой раскалировки будет восстановлено и золочение, и глазурь. Для специалистов фирмы «Памятники Кубани» с большим опытом подобной работы эта реставрация представляет собой сложную, но вполне решаемую задачу. Совсем удастся, будет идентичность, конечно же, иначе не может быть другого. Есть большие планы дальнейшего использования дома купца Мазепы, который сейчас переживает практически свое второе рождение. Прежде всего, благодаря финансовой поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и постоянному вниманию к ходу работ главы Славинского района Романа Синеговского. Всего 220 детей учатся в этой школе. А мы планируем вдвое увеличить и учебу наших ребят, и открыть еще две потрясающие мастерские. Эта мастерская будет скульптурная и мастерская ДПИ. Это, значит, ткачество, это шитье, это вышивка. Ну, много задумок, которые мы хотим поменять вообще все. И дальше Роман Ивановичевого района планирует сделать туристический маршрут через наше здание. То есть будут выставки. Реставрационные работы сейчас идут полным ходом. Будет сделано все необходимое, чтобы восстановить потускневшую красоту старинных изразцовых печей объекта культурного наследия. По завершении работ здание станет объектом турпоказа. Здесь будут заниматься дети, проводиться выставки и экскурсии. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».